И перед тем, как я начну свое видео, я хочу познакомить вас с семейным каналом. Хозяйка канала зовут Светлана. Замечательная, очень милая женщина. Она с большим удовольствием показывает нам моменты жизни ее семьи. Делится с нами покупками, обзорами, приготовлением разнообразных и бюджетных блюд. Также на ее канале вы увидите организацию и хранение на кухне и не только. У Светланы замечательный муж Александр, две дочери Дарья и Варенька и сынок Илья. Проживает эта светлая семья в Белоруссии. Всем рекомендую перейти на ее канал, подписаться и подружиться. Спасибо за внимание. Всем привет, друзья. У нас новый день. Вероника в школе. А я так занималась делами. У нас опять не было света. У нас это вообще болезнь уже каждодневная. Не знаем, куда звонить, кому жаловаться. В общем, караул. И у меня многие спрашивали, что я хочу готовить на Новый год. Поделись своим меню. Девчонки, я вам сейчас покажу канал. Целую подборку на Новый год разных блюд. И сейчас я вам покажу. Зовут ее Дина, женщина. У нее вообще такие легкие рецепты. И они доступные. И делаются они нормально. И вот она выложила 3 дня назад видео. Это 10 горячих блюд на Новый год. Вот такое видео. И выложила она день назад 5 салатов без майонеза на Новый год. То есть канал очень хороший. Здесь вы найдете и выпечку. Видите, написана коллекция рецептов. И выпечку найдете, и салаты, и всякие горячие закуски, и рулеты. И что там только у нее нет на канале. И все такое прикольно. Кстати, вот этот салат, шуба по-королевски, я готовила по ее рецепту. Не знаю, нам всем понравилось. По крайней мере, мне точно. И Валере понравилось. У нее вот есть, видите, разные рулетики. Красиво завернутые. То есть зайдите посмотреть. Вот это грибная поляна. Я ее уже делала 2 раза. Вообще замечательный салат. Очень такой прям вкуснющий. Так что отсюда я буду брать все рецепты. Практически все отсюда. Потому что, девчонки, много в интернете каналов, именно кулинарных. И я по многим каналам, по многим рецептам делала. И ничего вообще не получается. Здесь у нее и пропорции все сходятся. И оформление, и украшение доступное, и красивое. Да, вот допустим, вкусно-печеночный торт, закусочный. Вот этот, да. Вы посмотрите, как бы как он украшен. И это вроде бы все просто. Да, зелень, там морковка порезанная сверху. И желтки. Но очень оригинально, как торт прям выглядит. Поэтому ссылочку я вам оставлю в описании. Проходите, смотрите. И выберите для себя много-много разных блюд на Новый год. Не выдержала. Душа кота. Ау, повернулся, видишь, к тебе, в твою сторону. Смотри. А у меня не когтями, он просто не лапкой. А, лапкой? Ты играешься, киса? Ха! Видишь, видишь, когтится. Киса, нельзя баловаться. Смотри, как он не любит мандарины. Смотри, как он не любит мандарины. Кот не любит мандарины. Киса. Я урок не буду делать. Ты моя киса любимая. Скажи, вы что, совсем, что ли, меня? Да, вы что, совсем, что ли, меня решили? Да, с ума свести этими мандаринами. Дочь, скажи всем хай. В общем, не хочет хай говорить. Устала. Пришла из школы. В общем, мы завтра планируем ехать к ортодонтологу. От ортодонта. Ну, ортодонта, да. Вот, и, в общем, мы завтра к ортодонту планируем ехать. Нам надо пластинку подкручивать. Либо там как-то ее... Что там с ней, в общем, делать надо. Да. Что у тебя с глазами? Да. Алло. И у нас, друзья, пошел снег. Я уже не буду говорить, что это первый снег. Я даже не знаю, какой он по счету. Ну, в общем, наконец-то. Может быть, к нам придет зима. А, кстати, в Москве, да, позавчера там был снег. У них сильный. У меня сестра в Москве живет. Она выложила в Инстаграм видос, как снег у них завалило. Я говорю, ну, все, к нам теперь придет. Ну, вот, как видите, пришел. У нас сегодня такое видео какое-то болтливое получается. И, в общем, хочу ответить. Там еще на один вопрос. Меня спрашивали, как вы видите свой дом, каким вы видите ремонт, каким бы вы хотели вообще свой дом видеть. Ну, каждый из нас, мне кажется, видится в дом светлый, просторный, с хорошим ремонтом. Я лично для себя как бы открыла только такой один стиль. Это, ну, как сказать громко, не буду говорить скандинавский. Стиль минимализма хочу я обязательно сделать. Это, чтобы были максимально светлые стены, максимально светлая мебель. Вот, по минимуму всякого барахла, аксессуаров и так далее. Какие-то тумбочки, какие-то пуфики прям лишние такие. В общем, ничего этого не хочу. Я бы, конечно, вообще и от шкафов бы отказалась в доме. Они не нужны. Нужны какие-нибудь по типу вот таких гардеробных комнат. Ну, площадь маленькая, мы ограничены, поэтому придется заказывать шкаф, вот, допустим, в спальню там в нашу, да, встроенный заказывать. А так бы я, конечно, и от шкафов бы отказалась бы. От таких вот именно встраиваемых. Вот. И хочется максимально светлые стены, конечно, сделать, чтобы, знаете, было просторно, был объем, заходилось в дом и было, знаете, как легко дышать. Потому что вся вот эта вот мебель, которую мы вот привыкли видеть, да, в наших старых советских там квартирах, домах, вся она там орехового цвета, темно-коричневая, настолько все это, вот, знаете, давит, душит. Вот эти ковры расписные меня просто вымораживают. Я вообще хочу, кстати, даже у нас в доме сделать везде белые двери, белые плентуса. Вот, как я уже сказала, ну, практически все белое-белое. И очень мне нравится мебель, которая продается в Икее. Я не знаю, правда, какое качество, но отзывы я, конечно, не особо хорошие слушаю. И в интернете очень много смотрела про Икею. Говорят, качество мебели ни о чем. В общем, вы меня поняли, что я хочу в своем доме увидеть. Я надеюсь, у нас получится это осуществить. Вот, так что я вам какие-нибудь фотографии там или какие-нибудь варианты я вам покажу, ну, вставлю сюда, в этот ролик. А сейчас у нас папа приехал с покупками из пятерочки из нашей бомжовской. Как я ее называю? О, начинается. Что ты там? Так, где-то тебе сканировать-то. Вот такой длинный. Да. В общем, сейчас мы будем сканировать наши покупочки. Вот он, человек. Я сканировал, а я буду жрать. Чек у нас... Иди, держи. Я не кушать, а не жрать. Чек у нас на сумму 483 рубля. Сейчас будем сканировать покупки. Так, и, кстати, не забывайте, кто хочет зарабатывать денежку на сканировании вот таких вот чеков вот, из магазина, прошу переходить по ссылочке в описании. И, кстати, задавали вопрос, действует ли эта услуга на территории Казахстана. Нет, я зашла в службу поддержки вот на ихний сайт ГФК. Вот, задала им вопрос, и они мне ответили, что только по России это действует. Так что, все, кто проживает в России, заходите, пожалуйста, и регистрируйтесь, зарабатывайте. Кстати, вы можете тоже приглашать друзей, родственников, знакомых, и также они будут зарабатывать свою копеечку. Кстати, на днях планирую снять новогодний тег для вас. Там будет много вопросов. Я буду на них отвечать. Вот, и можете вам понравиться. Эта красавица поджала лапки. Смотрите, как красиво сидит. И что-то там еще мяучит. Да. Где твои лапки-то? Покажи. А? Покажи. Вот они лапки. Ты что, играешься со мной, киска? А у меня дом. Киска. Киска красивая, киска. Я дом создаю. Да, ну посмотри. Тут у меня комп Apple, и тут у меня комп Apple, а это я такая взрослая. Масик, будешь? Не надо, он не будет. Ну не давай ему, зачем? Красивая киса моя. Киса, киса делает лавки-массаж. Как тебя впивается? Поиграй, киса. Лавка-массаж. Всем привет, у нас новый день. И мы едем в поликлинику, к ортодонту, да, дочь? Она спит у нас, еще не проснулась. Так что мы сейчас выдвигаемся уже. Снежок поснимай. У нас зима пришла. Иди сюда, выйди, поснимай. Най-ка, красиво. Все белое вокруг. Сказка. Поснимай деревья. Что ты за мной ходишь? Отходи, я буду выезжать. Я с тобой. Садись в машину. Выключи. Так, мы в поликлинике. У врача. Ёлочка красивая. И Вероника читает. С книжкой не расстается. Да, дочь? Так, друзья, мы уже в окей сходили. Купили вот такие петушки советские. Там 4 штуки в наборе. 26 рублей стоит. Вот на вкус прям наши конфеты. Мне мама такие делала на спичке. Заливала фигурки. Прикольные. И в общем, не смогла я пройти мимо вот этого цветочка. Это пуансеттия. Мне кажется, их начали вот за границей выращивать. Это рождественский цветок. Вообще такой классный. Блин, он живой. Ну, не знаю, сколько он простоит. Будем читать в интернете, как за ним ухаживать. Ну, и в общем, мы такой вот журнальчик у нас почитаем. Что у нас там по акции. Новогодний стол, он называется. Так что все, мы выдвигаемся. И, кстати, да. В школу. В школу. Нам сняли пластинку. Йо-ура! Сказали, пока там зубы какие-то боковые вот такие не вылезут. Вот. Не появляться. Так что мы отдыхаем. Так, все, поехали, а то опоздаем. Так, ну что, друзья. Я уже дома. Веронику завезла в школу. И сейчас вам покажу. На почте мне вручили вот такой пакетик. Вероника сказала, не вздумай без меня открывать. Я приду, сама открою и покажу. В общем, это подарок, который мы выиграли в ВКонтакте, в группе подарки или розыгрыши Алиэкспресс. То есть реально люди выигрывают и реально присылают подарки. Так что будем ждать Веронику. Вот. А в магазине я еще, помимо цветка, который я вам показывала, не удержалась и купила еще одно полотенце новогоднее. Не знаю. Я прям не могу мимо них проходить. Мне они так нравятся. Оно вафельное. Ну, знаете, за 36 рублей, мне кажется, это вообще сказка. Размер 40 на 60. Так что повешу на кухне. Так, в общем, Вероника пришла домой из школы. Дочь, поздоровайся. Здорово. Мы открываем посылку. Ох, ее там запаковали, да? Розовая? Да. Розовая. И без бантика. Ну, ладно, хоть такая. Покажи нам. Тарелочка, но без бантика. Да, в общем, сюда будем кашку теперь складывать и там. А сюда ложись какую-нибудь. Какую кашку-то? А что же мы будем там макароны есть? Я хотела из бантика. Ну, ладно. Зато бесплатно мы выиграли. А я хотела... Ну, дай посмотреть. Ну, дай посмотреть. Это Микки Маус, а не Минни Маус. Ну, ладно, пусть будет Микки Маус. Зато бесплатно. Не, хочешь, мы ее Барсику подарим? Он будет из нее кашу есть. И молочко пить. А мы на Алиэкспресс закажем. Да. Так, бурчали мы, бурчали. Но все-таки разогрели в новой тарелочке наш ужин. И что там дай, я покажу, дочь. Макаронки и мяско. У нас грудка здесь куриная. Грудка. Да, разложили все по полочкам. Так что приятного аппетита, киска. Что надо сказать? Нет. Спасибо. Тебя учить надо, да? Нет. Нет? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!